Итак, всем привет, с вами Дубгай, мы продолжаем играть за Грецию, ныне Византийскую империю, а наш финальный царь, конечно же, Римская империя, хотя я не уверен, что ее можно будет сформировать, но в нашей голове, как известно, сформироваться может, в принципе, все что угодно. А я надеюсь, вы подпишетесь, если вы еще вдруг не подписаны, а мы продолжаем. И мы тут собирались как разки атаковать Сирию, у нас сейчас, я думаю, доедут какие-то все войска, становится организация, авиацию сюда подбросим, и, в принципе, весь этот альянс, Каирский пакт, будет, я думаю, нами полностью поглощен, и мы уже вернем неплохую часть византийских территорий. Конечно, нам еще предстоит немало, но это будет уже неплохой шаг вперед. Поехали. Россия в очередной раз предлагает нам альянс, а нет, видимо, там какое-то именно решение, которое можно бесконечно нажимать, поэтому они продолжают нажимать, но нет, очевидно, мы должны быть сами по себе и при этом сильны. Кстати говоря, в принципе, в теории, как будто можно было бы вступить, но есть такой нюанс, что выйти потом нельзя будет, в этом моде нет кнопки выйти из альянса, и на самом деле я задумываюсь о том, что нам вообще стоит добавлять в настройках такую кнопку, недоступную ботам, но доступную нам, чтобы, если что, что-то фиксить. Вот, и тем более мы втянемся в войну, вот это вот, нам она неинтересна на данный момент, потом может быть. Я, кстати говоря, делаю еще и полевые госпитали, потому что вкупе с этим бафом на минус время подготовки, мы вполне себе сможем очень много опыта накопить и экономить в момент пауэра, потому что почему нет, хотя в один момент у нас будет, я думаю, около бесконечный из-за наших бафов на проценты. Первый огня 5, и я так понимаю, это да. Эти трансселл объявляют войну Германии, и Германия, я думаю, не сможет продержаться здесь особо долго. Ну а мы идем к нашим самолетикам, и так как сейчас нас будет уже поджимать демобиляция экономики, я прекращаю тренировки, даю войскам восстановить некоторую организацию, после чего мы начнем наступление. Еще и Антанта объявила интернационалов, все. Мир весь теперь в огне, кстати говоря, Германия, я думаю, будет пронесена. Все еще, конечно, сейчас Антанта как-то будет в какой-то степени помогать, но, объясненно говоря, я не думаю, что в Германии есть шансы против блока России и Франции. Тем более против одной России уже есть некоторые проблемы здесь. А и если здесь еще подключатся вот эти страны, то да, будет тяжковато. Хотя смотрите-ка, Болгария вступила в Рейхспакт, господи, и это тузовая атака. Рейхспакт решил выполнить, так сказать, из всем известных очень эффективных маневров, но, к сожалению, не подготовился достаточно, и тузовой маневр провалился. Ну, вот и, конечно, да, такое плохо умеют делать. Побевляем войну в Сирикс. Все еще мы получили один тик за недемобилизованную экономику, но уже как получилось, так получилось. И наша авиация потихоньку-потихоньку входит, поднимается в воздух, входит в строй, и начинает помогать нам в этой войне. Это очень приятно. Но все еще она только легкая, и я не думаю, что я переключусь до своих классических тяжелых истребителей и тактических бомбардировщиков очень дорогих, потому что просто-напросто, ну, мы бедная страна, и долго ей еще будем оставаться. Да, мы станем побольше в один момент, но не скоро. Ну и тут дивизии какие-то очень слабые, прям очень, у них очень мало, у них басовая атака 34. Рейхспакт, это с нашей, а? Вот это я считаю хорошая атака, ну, ничего-ничего. Мы сейчас всех этих людей заведем в нашу армию, и там они научатся хорошей атаке. И вот наша войска уже входит в Иерусалим, прекрасно. То есть у меня фронт по классике немножко сломался, пришлось самим его здесь вот переделывать, потому что вот здесь вообще пропали войска, и все войска перешли на, собственно говоря, Аравию. Не очень, но так как противник не страшный, то мы все равно не имеем никаких проблем. Но введение, кстати говоря, на медальке, вот та вот, которая показывает, какие в дивизии можно выдать медали, мне очень нравится. И на самом деле прям вот, периодически с дивизием выдаешь плюс атаку, приятно. Вот скапитуляция египтского султаната капитулировала, в принципе, вся вот эта вот братья, все страны. Так что забираем себе все. Все. И у Египта еще есть некоторый флот, в принципе, почему бы тоже его не украсть. На данный момент мы не такие уж-то и сильные, не нужно стесняться взять и украсть египский флот, я думаю. Вопрос только что по судьбам, будут ли судьбы на этих странах, наверное, да, но вообще я не уверен. Я делаю КБ на Ирак, на Ирак, я думаю, мы тоже нападем. И потом, смотрите, вот-вот по ситуации вот здесь вот, талия высадилась сюда. Но я думаю, у нас есть несколько вариантов того, как мы здесь будем что-то делать. Мы можем напасть на Россию, но это, скорее всего, плохая идея, потому что у нас пока еще мало войск. Мы можем напасть на Албанию с Румынией. Но это, скорее всего, ведет нас в войну с Рекс-Пактом. Или как бы воевать с Рекс-Пактом. Либо напасть на Интернационал. А если еще вариант напасть, кстати говоря, на Италию, которую никто защищает, возможно, это неплохой вариант. Но я больше всего, наверное, хотел присоединиться к разделу Рекс-Пакта. Вот я хотел Крид забрать, на Крид, видите, тут уже Италия забрала. Так что, наверное, в таких условиях мне проще всего будет атаковать именно Интернационал. Ведь он самый уязвимый. Когда, кстати говоря, тут воюет по-жесткому. Удача им с этим. А мы, да, я думаю, будем планировать высадку вот сюда. Хотите, смотрите, садин я уже и так высадку сделала. Короче говоря, сейчас где-нибудь что-нибудь поищем возможность. И Россия в 10 раз уже предлагает нам Альянс. Спасибо, а нет. Я думаю, доделал вот эти все фокусы, потому что бафы на авиацию я взял. Вот это, конечно, хочу. И флот, возможно, хочу заложить какой-то. Но я бы все-таки хотел доделать все эти фокусы, как минимум, чтобы не были на свои претензии, чтобы во всяких судьбах и всяких вот этой фигне у нас были какие-то выборы. И я так полагаю, здесь все-таки у нас нету бафов на плюс стабильность в течение недели, наверное. Ну да, вот это вот от того, что у нас она низкая, в целом нету. Так что мы не можем просто взять и ухавать, поэтому будем, конечно же, выделять в марионетке. О, вот смотрите-ка, судьба еще договорного государства. Можем передать Аравии, либо можем выделить. А я думаю, мы будем передавать, чтобы было поменьше марионеток, попроще было бы ресурсы вытаскивать. И мы можем, с вами, присоединиться к Рейкспакту или либо к России. Но, пожалуй, нет. А вот и Австрия вступила в Вельдкрик 2. Ну, слушайте, тут еще сто же дела пойдут еще поинтереснее. Но я так же нацелен просто в интернационал пойти. Так что мы сейчас делаем сюда немножко, да, фокусов. Но в целом, наверное, флот сейчас тоже будем подкачивать. Я уже потихоньку начинаю выходить. Будем чисто делать просто легкие крейсеры. Я думаю, план достаточно простой. И по авиации все-таки, да, пошел в средние самолеты. Но, все-таки, все-таки, мы в один момент станем достаточно сильными, чтобы именно их производить. И есть смысл именно так и делать. В нашей ситуации, конечно же. Крецепт в Галифаксе провалилась. Вместе они не будут действовать никак. Ну и ладно. Да, Германия проигрывает очень активно. Нам бы все-таки... Сейчас, смотрите, мы на Ирак нападем. А потом, я думаю, будем нападать и на Албанию. Единственный нюанс, как говорится, есть нюанс. Из-за того, что Румыния тоже поддерживает независимость. И не столкнемся ли мы с Россией из-за этого? Надеюсь, нет. Но скоро узнаем. А там уже Польша капитулировала. Ну и да, по ощущениям... По ощущениям, тут уже скоро будет все. С Германией. А мы, кстати говоря, сейчас пойдем вот сюда. И я думаю... Я думаю, сейчас будет интересно. С Ираком у нас все готово. Поэтому нападаем на Ирак, я думаю. По процентов уже пора. Авиация опять-таки, пускай оказывает здесь поддержку, как может. Но в целом проблем у нас нет. Как обычно, Марья Нетка не призывается. Еще и как обычно у меня из-за провисания войска решили просто пройти вот так. Вот теперь призывается. Отлично. Ну и мы взяли Багдад, за ним и весь Ирак. Ничего такого, но дополнительные ресурсы мы с этого, конечно же, получим. А тут, если что, дивизия, которая получила уже 4 наград за Снуги, получат на 10 атаки с этого. Вообще, какие смыслы? Наверное, давайте и уже другие награды. Но, тем не менее, атака у нас токать всегда очень полезна. И, ну, в очередное время Россия предлагает нам альянс, а нам отказаться. Вот оно. В статусе греческого правосудства. Но в землю буду признать грекам и только им. Присоходят анатолийские волнения. Я тут собираюсь высаживаться и понял, что, ну, а мы не умеем. А, да. Ну, бывает такая ситуация, хочешь высадиться, а понимаешь, что, ну, блин, не научил никто. Ну, ладно. Придется поучиться высаживаться, а потом будем готовить высадку. Итак, нам нужна левая, так сказать, дорожка во фокусах. Так что надо наш мирный путь силой. Красные бастуют. Нет, так не должно быть. Катастрофа. Наша полиция не смогла подойти в беспорядки. О, май. Теперь у нас демократический аграрный флот. Фронт. Ну, флот тоже. Во власти у нас открываются социал-популисты по фокусам. И мне написано, что это убирает у нас железный кулак. Вот здесь вот. Это действие атаки дивизий. Блин, ну... Из-за этого как-то уже не так интересно, честно говоря. Честно говоря, да. Так что мы разрываем реальность и входим в реальность, где пусть без порядка утихнут сами, потому что да нельзя нам терять железный кулак. Это слишком сильный баф. Я-то думал, что он останется, тогда можно и левый путь взять. А он не остается, тогда пойдем вправо. Все достаточно просто. И тут, все говоря, с Ираком можно по-разному поступить. Можно тут в виде разделить их, можно сделать одной из серий, можно одним Ираком сделать. Блин, ну, честно говоря, мне особо без разницы, поэтому давайте Ассирия. Ну так, чисто, ну, ну, пускай. Ой, тут у них, видите, фокусы какие-то появляются. Кстати говоря, так вопрос, а они случайно мне что-нибудь плохого не наделают? У них так много фокусов. Ну, надеюсь, все его нет. Но вообще у них есть бафы, так что как будто круто. Так, у нас тут в Севере кто-то попадает в отставку. Да. Но это неинтересная партия. Мы являем войну в Армении, потому что ее никто не защищает. А нам было бы всегда неплохо захватить все новые территории для нас. И, скорее всего, то же самое мы сделаем вот здесь вот с Триполитанией. У нас, кстати говоря, тут еще и претензии имеются. тем более. Но вот дальше тут вопросики. Может, конечно, пойти в Африку. Тут есть можно что угодно, но хочется это вот эти территории возвращать. Так что ждем, наверное, кораблей, когда мы научимся плавать и тогда будем высаживаться уже куда-то. И Армения, конечно, уже капает. На самом деле, очень удачное наше завоевание это, потому что это дает нам дополнительных кучу винтов. Видели, 5000 нам просто скинули. Это всегда приятно. Так что да, мы, в принципе, имеем с этого неплохую пользу. Но ждем мы, конечно же, транспортных кораблей. И очередное предложение Альянса от России. Да, как бы тут ничего нового. Как говорится, тут все стабильно. И тут, если говоря, наконец-то свобода в Армении, которая теперь не свободна. И у них будет активировано попросить за счету Российской империи. Я надеюсь, это не сломает что-нибудь. Но посмотрим. Вот Трипалитанию мы можем уже обидеть войну. На Судан делаем КБ. И я думаю, сразу делаем КБ и на следующую страну, чтобы не ждать лишнего. Так что здесь мы начинаем. Также мы начали уже нормальное производство. Небольшое, постепенное, но тем не менее производство наших тактических бомбардировщиков и тяжелых истребителей. Как будут новые военки, будет это производство увеличиваться. Ну и мы сейчас потихоньку-потихоньку и короткие захватываем. И плотность тоже потихоньку вот здесь вот, как вы можете видеть, делается это. Не может не радовать. И мы научились на транспортах ездить, слава богу. Заняло некоторое время. как бы да, но люди изобрели лодки. И блин, здесь вот Австрия немножко руинит все, честно говоря. Своей вот этой высткой. Как будто мне надо сделать КБ на Австрию. Наверное, мы так и сделаем. Вот триполитания тоже к нам присоединяется. Отлично. Сеговоря у них даже нет, ладно, показалось, что здесь корабли, нету кораблей. Тем не менее, Византия такая потихоньку становится красивая. Восток мы восстанавливаем себе. Еще и в Африку глубже заходим. Ну, самое главное сейчас будет Италия, я думаю. Тут наша судьба и будет, как говорится, решаться. И да, конечно же, по классике мы не можем пропустить очередное приглашение России в Альянс. Итак, наши выездки готовы. Остается лишь получить просотство в море, которое мы сейчас, собственно говоря, очень нехитрым путем получим. И доплыть до порта и, собственно говоря, этот порт взять. Думаю, это будет не слишком сложно. Сделаем, наверное, мы вот так. Эти два корабля тоже находятся за конвоями. Флот здесь пускай немножко организация восстановит. Вдруг, если что, там будет война. Конечно же, не забываем мы туда подвезти нашу авиацию. Если мы начнем войну с Острой Ингрей, у нас, в принципе, границы не будет общей. Так что да, меня это устроит. В принципе, война тут идет жесткая. Мы к ней подключаемся. Так вот, быстренько к самой Австро-Венгрии. И, так как там, кок, чей-то упал, а у нас идет выездка в австрийский порт и успешная, успешная. Еще и на севере здесь я вижу, что очень успешно мы все сделали. так что отлично. И сразу после этого можно будет объявить войну. у нас территория до наша. Давайте сразу прям войну вот сюда, чтобы случайно какие-то, там, знаете, как-то, какие-то правопроходы, случайно появляются, даются, получаются, еще что-то, все ломается, а мы просто объявим войну. Я думаю, так точно правопроходы никого мы просить не будем. Получаем мы миллион вложений о ненапатении. Нет, ребята, такого у нас не будет. И, в принципе, Италия достаточно быстро из оккупации Астрии уходит. Сейчас будет достаточно забавно здесь какие-то войска, которые, скорее всего, воюют с этими ребятами. В общем-то, наша страна здесь очень что-то повлияет на весь конфликт в целом, я думаю. Так, это же, ребята, остается здесь. Да, все отлично. Чтобы все ребята случайно никуда не ушли. А эти готовятся сейчас добивать вот эту Италию, а потом и вот эту. И вот эти по флоту уже очень далеко прошли. Уже программа сейчас будет строительство флота. И смотрите, какой нам еще сверху дадут баф. Плюс здесь скорости флота, плюс производительность и скорость стрелки верфей. Скорость стрелки, это плевать, а вот производительность 10 это сильно, а скорость 10 это очень сильно, потому что наш корабль, который будет идти где-то ну 30 там узлов, допустим, будет идти уже 33 узла, а это у нас пока еще третий корабль, секрет, это вообще подожди-ка, это вообще пыль, вот, 40 узлов, 43 узла. И там еще один левел прокачаем крейсеров, и корабли там будут просто неуязвимы, скорее всего, из-за скорости. Плюс-минус, конечно. Пусируем наш удар на Неаполе, и вроде как пробиваем этот город уже без проблем. Австрийцы не могли его пробить миллион лет, а мы пришли просто и снесли достаточно быстро и легко. И добьем австрийцев вот здесь флот, потому что у них уже нету здесь порта нет снабжения. Как бы на этом все. Питва с флотом австрийским, и для нас она очень успешная, на самом деле стоит поставить вот это, я наверное уже, да, хотя вроде нет, вовлад мог потерять, но вроде не потерял. И надо здесь обязательно, я думаю, взять себе пафы. И вот здесь вот тоже сейчас надо будет взять пафы. У нас готов КВ против Судана, следовательно нападаем, почему бы нет. И промышленность у нас потихоньку, потихоньку поднимается, но, объективно говоря, у нас еще Дана очень-очень слабая, очень неокрепшая. Ну и итальянцев мы здесь просто нажимаем и добиваем. Ну здесь еще и французы, здесь на самом деле в основном походу французы, подождите, или... Нет, итальянцы все-таки, да, здесь нет французов вообще. Они вообще должны были бы капитулировать, мне кажется, уже. А вот мы добиваем их все войска здесь. И давайте-ка посмотрим теперь на потери, как вот все ребята пропадут нашего, так сказать, поля зрения. Ну-ка. Так, это Германия, там, да, понятно, Антанта, понятно. Вот, 15 тысяч мы понесли потерями. От Италии 14 по факту. Они потеряют на 132 и Австрия потеряла 52 тысячи в обмен на полторы тысячи. Прекрасные цифры. Готовимся к войне со второй Италией. У нас здесь не так много войск на самом деле. Посмотрим, что это подводит о том, что будет армию куда-то как-то, да, переставить. Ну, подумаем еще. Сейчас посмотрим. Здесь есть кнопка возвращения в Антанту, респактор сей. Мы можем куда угодно пойти, но нам нужна программа строительства флота, развертывание новых кораблей. На 90 дней минус производительность, куча ТНП, забирая кучу политики. Открываются новые решения. Давайте начинаем. Посмотрим, что там будет. И мы можем потребовать мира у французов. А, типа, смотрите, я понял, я понял, о чем идея. Идея про войну с турками здесь, судя по всему, из описания. Типа, если мы здесь забираем какие-то территории, потом, если мы контролируем все территории и они капитулируют, потихоньку мы можем замериться с ними. Но вообще не сильно реалистично, но не реалистичная возможность такого. Я не думаю, что мы можем добить 50% и не добивать дальше страну. Типа, ну, окей, только если радио от угрыша. Тем не менее, такие опции есть и это всегда приятно. А вот и судан нам сдался. Параллельно будем потихоньку здесь тоже седать страны, но правда всю эту армию я хотел бы сюда перевезти. Надо все-таки в Европе нам полноценный полноценный корпус, полноценную одну армию. У нас против Абиссинии сейчас будет готов к КБ, но на войне. Давайте после Абиссинии будем делать КБ на Иран, нужно нападем на того, кто останется живых. Ну, что я могу сказать, можно подзакончить на этом нашу серию. Мы очень много территорий на юге вернули, начинаем захватывать какие-то новые колонии и также вторглись в Италию и скоро уже возьмем Рим. В принципе, наши вообще исторические земли, вот здесь вот мы кое-как вернули, плюс-минус. Здесь еще надо разобраться, но я не хочу начинать войну с Амптантой, потому что, ну, много моря владеют, да, как бы, в теории можно, но, наверное, чуть-чуть попозже, но все-таки как-то фронт конкретно вести, чтобы он не был такой ситуации, где мы можем наступать во все направления, как говорится. Вот, так что с вами был Добей, подписывайтесь, если вы все вдруг не подписаны, лайк, комментарий, видео скоро, ребят, все как обычно, и до скорых встреч, пока. Субтитры сделал DimaTorzok